Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня у нас вторник, 18 августа, и мы начинаем вебинар «Ежедневный обзор валютного рынка». Перед началом вебинара необходимо проверить качество связи. Если меня слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсы в чат. Благодарю за обратную связь. Начинаем наш вебинар. Как обычно, с календаря событий. Сегодня у нас два интересных отчета. Первый отчет мы получим через час в 11.30 по Москве. Данные по инфляции в Великобритании. Инфляция у нас самый важный индикатор для валютного рынка Форекс, поэтому событие очень интересно. И также в 15.30 мы получим данные из штатов по строительному сектору. Здесь будет опубликован отчет по объему выданных разрешений на строительство за июль. Перейдем к обзору пары евро-доллар. Сегодня у нас в первой половине дня не ожидают статистики ни из еврозоны, ни из США. И в этой связи, на мой взгляд, динамика в паре евро-доллар будет определяться тремя ключевыми факторами. Первый фактор – это, безусловно, рынок нефти. Накануне мы с вами говорили о том, что рынок нефти находится под давлением, и в самое ближайшее время можно ожидать снижения в область минимального значения текущего года, либо в течение августа, либо в начале сентября мы это увидим. И, соответственно, все это негативно будет сказываться на паре евро-доллар, то есть окажет поддержку американскому доллару и будет оказывать давление на единоверопейскую валюту. Сейчас у нас бренд находится на отметке 48-49, мы снижаемся в первые часы европейской сессии, и этот фактор является негативным для единой европейской валюты. Получается, у нас один фактор указывает вниз по паре евро-доллар на первую половину дня. Второй фактор – это динамика долгового рынка, здесь уже фактор позитивный для евро, здесь у нас наблюдается хоть и умеренное, но тем не менее сокращение отрицательного дифференциал доходностей десятилетних бумаг Германии и США, то есть американские бумаги, их доходности снижаются чуть быстрее, чем немецкие бумаги, и в этой связи у нас отрицательное сокращается постепенно. И третий фактор, на мой личный взгляд, это уже непосредственно кросс-курс еврофунт. Сегодня, как я уже говорил, будут данные по инфляции, по инфляции Великобритании, я лично ожидаю выхода слабых данных и в этой связи ожидаю снижения британских валюты и, соответственно, рост котировок кросс-курса еврофунт. Данные у нас будут опубликованы через час, в 11.30, и в этой связи можно ожидать, что где-то в период с 11.30 до 12.30 или, может быть, чуть больше, до 13.00 по Москве мы будем умеренно подрастать по кросс-курсу еврофунт и, соответственно, будем умеренно подрастать по паре евро-доллар. Рост котировок, я думаю, будет именно умеренной в паре евро-доллар, потому что все-таки нефть находится на очень низких уровнях и она будет сдерживать укрепление единой европейской валюты. Затем уже у нас данные непосредственно будут в американскую торговую сессию в 15.30, данные по строительному сектору в США. Здесь я уже ожидаю выхода хороших данных. Даже если у нас данные будут и чуть хуже, чем консенсус-прогноз, все равно у нас будет позитивная динамика за последние три месяца по индикаторам как объему выданных разрешений строительства, так и числу закладок новых фундаментов. Оба отчета будут опубликованы в 15.30 по Москве. И здесь необходимо отметить, что у нас, несмотря на то, что наблюдается в последний месяц рост ставок по ипотечным кредитам, 30-летние ипотечные кредиты в Америке выдаются, и ставки с начала второго квартала подросли с уровня 3.86% до отметки 4.26%, тем не менее, американцы активную ипотеку берут, и все это приводит к росту сделок на рынке недвижимости, и, соответственно, все это позитивно для американской экономики. Поэтому сегодня я ожидаю выхода хороших данных, потому что в июле объем выданных ипотечных кредитов увеличился, соответственно, и получается, можно ожидать увеличение числа сделок на рынке недвижимости, и в этой связи можно ожидать хороших данных. И в этой связи можно сделать вывод, что уже начиная с американской сессии мы увидим укрепление американской валюты, то есть снижение пары евро-доллар, потому что и хорошая статистика из США, и плюс еще снижение цен на нефть. Поэтому здесь в паре евро-доллар можно сделать следующий прогноз. Вчера мы говорили о том, что необходимо шортить пару евро-доллар, и если вы шорты открывали, то можно их удерживать, в конце нет смысла открывать еще одни шорты, потому что у нас, если и будет небольшой рост, то он будет именно краткосрочный, связанный с ростом котировок рост курса евро-фунт на фоне слабых данных по инфляции в Великобритании, и затем уже снижение пары евро-доллар. Если вы шорты по евро еще не открывали, тогда можно шортить пару евро-доллар, на мой личный взгляд, где-то начиная с 13 ровно по Москве, то есть мы еще можем увидеть небольшое плавное укрепление пары евро-доллар, однако затем, на мой личный взгляд, эта тенденция уже будет угасать, и где-то в 13 ровно по Москве она угаснет. Обычно реакции бывают в течение 1-2 часов после выхода данных. Данные у нас в 11.30, получается где-то в 12.30, 13.30 уже реакция идет на нет, и соответственно пара евро-доллара уже дальше будет вновь идти по нисходящему тренду. Поэтому здесь можно шортить именно где-то в это время, в 13 ровно по Москве, и ждать снижения котировок. Здесь у нас необходимо выделить два уровня поддержки. Первый уровень поддержки 1.10.51, и второй уровень поддержки 1.10.17. Вот как раз второй уровень поддержки на сегодня является основной целью в паре евро-доллара. 1.10.17, здесь можно фиксировать прибыль по коротким позициям. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллара, и я на них с удовольствием отвечу. Пока вы пишете свои вопросы, я тогда озвучу уровни поддержки и сопротивления на сегодня. У нас уровни поддержки расположены на отметках 1.10.51, и 1.10.17, и уровни сопротивления 1.10.96, и 1.11.30. Текущая котировка в паре евро-доллара у нас 1.10.66, и мы находимся в диапазоне между первым уровнем поддержки и первым уровнем сопротивления. И в этой связи можно сделать вывод, что, по сути дела, потенциал роста в паре евро-доллара как раз и будет ограничен областью 11-й фигуры, где у нас проходит уровень сопротивления по экстримам, и также верхняя граница индикатора полосы боллинжера для часовых свеч. У нас сейчас по боллинжеру верхняя граница на часовках 1.11.03, и вот получается 11-я фигура, наверное, и будет у нас ограничивать рост пары евро-доллара, после чего будет вновь продолжение нисходящего тренда. Если вопросов нет, мы тогда перейдем к следующей нашей валютной паре. Это у нас по традиции пара фунт-доллар. Как я уже говорил, сегодня основное событие дня у нас данные по инфляции, CPI, индекс потребительских цен в Великобритании за июль, и здесь можно выделить несколько основных причин, которые указывают на то, что сегодня у нас будут слабые данные. Во-первых, это то, что рынок труда у нас не посылает сильных сигналов. Для того, чтобы у нас был рост инфляции, необходим сильный рынок труда, потому что инфляция и рынок труда, они коррелируют, когда у нас наблюдается позитив на рынке труда, у нас растет инфляция и наоборот. Если посмотреть на ключевой макроэкономический индикатор, один из ключевых макроэкономических индикаторов, это у нас уровень безработицы, то он по итогу второго квартала увеличился на 0,1% до уровня 5,6%. То есть вместо того, чтобы безработица сокращалась для роста инфляции, безработица у нас выросла. Это фактор негативный. Также необходимо отметить, что заработные платы по итогам июня сократились по сравнению с предыдущим отчетом, то есть темпы роста сокращаются, уже нет такого сильного темпа роста. И, соответственно, если жители Великобритании начинают получать заработные платы, то есть их заработные платы увеличиваются, однако увеличиваются не так сильно, соответственно, здесь не стоит ожидать, что будет очень высокий рост личного потребления. То есть если доходы увеличиваются постепенно, то и постепенно будет увеличиваться личное потребление. Соответственно, здесь тоже у нас не будет разгона инфляции. Третий фактор Это энергоносители, тоже важный инфляционный компонент. Здесь у нас нефть под давлением находится последние несколько месяцев. Получается, у нас в январе был сделан минимум текущего года по Brent для анализа инфляции, что в Еврозоне, что в Великобритании. Нас интересует нефть марки Brent. И в мае у нас был сделан уже получается максимум текущего года. На текущий момент, на 18 августа 2015 года, в мае мы были на максимальных уровнях, почти 70 долларов за баррель по марке Brent. И сейчас у нас уже котировки находятся в области 48 фигуры. И, соответственно, все это негативно получается для инфляции. Энергоносители снижаются и, соответственно, это все оказывает давление на инфляцию. То есть инфляция также идет вниз. Ну и подтверждение всему, здесь необходимо также посмотреть на долговой рынок. Мы много с вами говорим о 10-летних облигациях, там, Германии, США, Великобритании, Японии. Так вот, помимо того, что необходимо смотреть на спреды, здесь также необходимо еще и просто смотреть за динамикой доходности этих облигаций. Потому что эти облигации, они отражают инфляционные ожидания. То есть если доходности растут, значит у нас наблюдается рост инфляции в данной стране. И напротив, если доходности снижаются, значит инфляция также замедляется. Если посмотреть на 10-летние бумаги о Великобритании, на 10-летние государственные облигации, то по итогам июля, у нас сегодня данные будут опубликованы за июль в 11.30 по Москве, так вот по итогам июля доходность сократилась на 17,7 байсных пунктов. То есть это большое такое сокращение, что явно указывает на негативный тренд. То есть доходности бумаг, они подтверждают всю эту негативную тенденцию, все эти негативные факторы, о которых я сейчас рассказал. И в этой связи получается у нас можно ожидать сегодня выхода слабых данных чуть хуже, чем консенсус прогноз. Соответственно, все это негативно для валюты Великобритании. А если посмотреть, допустим, на американские данные, то у нас завтра также будут данные по инфляции в Штатах, также за июль. И здесь у нас уже консенсус прогноз прирост на 1,1 в базовой инфляции. 1,9 ожидается у нас консенсус прогноз. У ФРС цели 2% по базовой инфляции, по Core CPI. Базовая инфляция – это инфляция за вычетом цены энергоносителей и продуктов питания. Они являются очень волатильными, постоянно изменяются от месяца к месяцу. И вот, чтобы убрать этот всплеск волатильности, ФРС таргетирует базовую инфляцию, Core CPI, и таргетирует уровень 2%. И если посмотреть на американские данные, которые мы получили на минувшей неделе, там у нас были индексы цен производителей, розничные продажи, то можно сделать вывод, что как раз консенсус у нас и выйдет. То есть, 1,9 по базовой инфляции, потому что и PPI вырос, и розничные продажи увеличились. То есть, получается, личное потребление увеличивается, индексы производителей увеличиваются. Соответственно, все это позитивно для инфляции. И, соответственно, мы получаем, что завтра мы можем увидеть рост инфляции в США, сравнивать с предыдущим месяцем, а сегодня мы можем увидеть снижение инфляции в Великобритании, по сравнению с предыдущим месяцем. И получается у нас сегодня тренд вниз по паре фунт-доллар, и завтра также можно ожидать тренда вниз по паре фунт-доллар. Поэтому сегодня необходимо, на мощный взгляд, продавать данную валютную пару, плюс, как я уже говорил, нефть у нас снижается и на долговом рынке, здесь тоже все негативно. Уже 3 дня подряд спред облигаций 10-летних Великобритании и США расширяется отрицательно, и это все негативно для британской валюты. Получается, несколько ключевых факторов, и все они негативны для валюты Великобритании, и в этой связи, на мощный взгляд, можно шортить пару фунт-доллар. Можно шортить либо непосредственно перед выходом данных, у нас данные в 11.30, значит, в 11.28, в 11.29, скрывать позицию сел, либо шортить чуть выше, чем текущие уровни, у нас текущая отметка 55.66, допустим, можно шортить на отметке 55.75, сел лимит и 55.92. У нас иногда бывает так, что перед выходом данных бывает резкий задерок наверх, допустим, против выхода данных, и затем уже снижаемся. То есть, бывают такие шпильки, поэтому, может быть, сегодня тоже будет шпилька, допустим, перед выходом данных немного котировки пойдут наверх, а затем уже пойдут вниз. Такое тоже очень часто бывает, поэтому можно вот такие два сценария выделить, либо сел лимита ставить, либо шортить в 11.28, в 12.29. И, на мой личный взгляд, здесь необходимо фиксировать прибыль уже на уровнях поддержки. У нас на сегодня первая поддержка 55.51, вторая 54.97. Здесь основной целью, на мой личный взгляд, уже будет выступать именно второй уровень поддержки 54.97, а промежуточной целью можно выделить отметку 1.55.33. То есть, это такая локальная цель 55.33, и основная цель – это уже 54.97. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре фунт-доллар, и я на них с удовольствием отвечу. Пока вы пишете свои вопросы, я тогда расскажу об уровнях поддержки и сопротивления. Уровни поддержки у нас на сегодня 1.55.51 и 1.54.97, и сопротивление находится на отметках 1.55.92, 1.56.25, второе сопротивление, и текущая котировка 55.68 у нас сейчас по паре фунт-доллар. Как правильно пользоваться таблицей облигационных спредов 10-летних? По два раза каждый день выписывать в Excel. Илья, благодарю за вопрос. Что касается, как правильно использовать, то я лично использую следующим образом. Поскольку у нас торгуется, скажем так, есть тенденции краткосрочные, есть тенденции среднесрочные, то для краткосрочных тенденций я выписываю цены до начала дня текущего и завершения, то есть цена открытия облигационной сессии и закрытия. Если пара, допустим, евро-доллар, значит, облигации Германии и США, пара фунт-доллар облигации Великобритании и США, и Японии и США для пары доллар-иена. И, соответственно, необходимо смотреть, как меняются эти спреды. То есть посмотрели на значение облигаций каждых с открытия и на закрытие, и сравнивайте спреды. Если же тенденции нас интересуют среднесрочные, то здесь уже необходимо смотреть за дневными данными, то есть сравниваем открытие недели и закрытие недели, то есть что у нас было в понедельник, какие спреды и какие спреды у нас уже получились на закрытие пятницы. И вот все это сравниваете, и затем уже смотрите, как все это можно использовать. То есть необходимо такой момент обозначить по анализу облигационного рынка, то, что здесь необходимо смотреть, допустим, для краткосрочной тенденции, допустим, два дня минимум. То есть вот, допустим, посмотрели на вчерашний спред, открытие и закрытие, сегодня открытие и закрытие, и уже получаете тенденцию на среду, на открытие среды. И что касается среднесрочной тенденции, то здесь уже хотя бы смотрите две недели, чтобы была определенная тенденция. И у нас, допустим, два дня спреды расширяются, либо спреды сокращаются, либо две недели спреды расширяются, сокращаются. То есть, один день это крайне мало. И, соответственно, получаете тенденцию. Вот, допустим, сегодня у нас вторник, соответственно, чтобы посмотреть, что у нас на сегодня по облигационному рынку, необходимо посмотреть на спреды пятницы. Это у нас было 14 августа и вчера понедельник, 17 августа. И, соответственно, получаем уже картинку на вторник, 18 августа. И вот так каждые два дня смотрите. Одного дня бывает очень часто недостаточно. Можно провести вебинар по фунту с прогнозом до конца года. Василий, я благодарю за вопрос. У нас на этой неделе будет вебинар по британской валюте. Как раз мы поговорим непосредственно о тех факторах, которые влияют на британскую валюту, об особенностях британской валюты. И также на этом вебинаре я озвучу свое мнение по британской валюте. То есть, составлю прогноз. Вот сейчас я в чат выложил ссылку на этот вебинар. Вебинар состоится в четверг, 20 августа, в 17 ровно по Москве. Как раз и будем обсуждать британскую валюту. И я вам покажу алгоритм, как можно анализировать данную валюту. Британскую валюту что к евро, что к американскому доллару. И как раз мы с вами будем уже думать, что же нам делать с парой, в том числе и фунт-доллара. Инфляционные ожидания смотрите не по спредам, а по самим доходностям. Илья, вы совершенно правы непосредственно по доходностям. То есть, спреды это... что такое спреды? Спреды нам позволяют понять, куда идут объемы. Объемы капитала на финансовых рынках. То есть, вот допустим, кто-то говорит о том, что необходимо для того, чтобы объемы смотреть. То есть, там на отчеты с FTC, по фьючерсам. Куда у нас там на Чикагской бирже идут объемы, в какие валютные фьючерсы. Потому что у нас там основная такая фьючерсная площадка валютных фьючерсов Чикагская биржа. Но здесь необходимо понимать, что рынок Форекс очень огромный. То есть, есть валютные фьючерсы, есть спот-рынок, есть рынок валютных свопов банковских. Причем, если смотреть именно на объем операций всего валютного рынка, международного, то именно банковские свопы, а не основной рынок. Там основные. Потом идет спот-рынок, потом уже фьючерсы-опционы. Получается, фьючерсы это не основной рынок и далеко не основной. И, соответственно, там может быть одна динамика, а в итоге у нас совершенно иная динамика. А вот облигационный рынок, спреды, они как раз и позволяют понять, куда же у нас идут капиталы. То есть, мы с вами абсолютно не знаем, какие у нас объемы куда идут. Потому что у нас очень много банков торгуют на валютном рынке. И никто эту информацию не освещает. Поэтому нам с вами объем недоступен. Доступны объемы на Чикагской бирже, но это не весь рынок. Это даже не половина рынка Форекс, это даже не одна треть. Это меньше, чем одна треть всего рынка. Соответственно, две трети мы не знаем. Получается, у нас нет объемов вообще. А вот облигационные спреды, они как раз и позволяют понять, куда же у нас идут объемы. Там, где спреды увеличиваются, туда и объемы поступают. Потому что облигационный рынок у нас основной на финансовых рынках. И, соответственно, там основные операции проходят. И, соответственно, где у нас спреды изменяются, туда и идут потоки капиталов. И, соответственно, чтобы, допустим, если у нас доходности американские опережают все остальные бумаги. Вот, допустим, сейчас доходности американские бумаги опережают доходность британских бумаг. Получается, спред расширяется. И, соответственно, будет спрос на американские трежерис. И, получается, здесь будут покупать непосредственно доллары для того, чтобы эти доллары конвертировать в американские бумаги. И, получается, дается спрос на американские доллары. И, в этой связи, получается, здесь у нас, в данной валютной паре потоки именно идут в американскую валюту. И они уходят из британской валюты. Получается, британская валюта будет под давлением. Вот для чего нужны спреды. А непосредственно инфляционные ожидания, это берете доходность за месяц и высчитываете, что у нас было в начале, что у нас было в конце. И, получается, вот итог. Либо рост, либо снижение. И, соответственно, либо рост инфляционных ожиданий, либо их снижение. Перейдем к следующей нашей валютной паре. Это у нас, по традиции, пара доллар-японская иена. Здесь мы с вами говорили о том, что можно ожидать роста котировок. Однако у нас, по сути дела, флэт. Здесь в данной валютной паре. Стоят котировки, особо не двигаются. Наблюдается то небольшой рост, то небольшое снижение. И пока что котировки стоят. И здесь, на мой личный взгляд, можно ожидать вновь продолжения флэта в первой половине дня. Потому что здесь котировки будут двигаться за фондовыми площадками. А здесь у нас такие разноправленные строения. В Азии площадки завершились снижением. Сейчас в Европе умеренный рост. Однако рост именно умеренный. И получается здесь, если бы у нас был сильный рост на фондовых рынках, то тогда бы увеличивались операции кэритрей, тогда бы пара шла наверх. Если бы были сильные распродажи, тогда бы сделки кэритрей закрывали. Был бы спрос на иену, пара бы сильно шла вниз. Однако у нас здесь разноправленная тенденция. Где-то рост, где-то снижение. И получается флэт. А вот уже во второй половине дня можно ожидать, на мой взгляд, роста котировок на фоне позитивной макроэкономической статистики из США. Как я уже говорил, можно ожидать хорошего отчета по строительному сектору. И в этой связи, с учетом позитивной статистики, я ожидаю, что у нас будут расти доходности на долговом рынке. И, соответственно, все это поддерживать будет спрос на американский доллар. Поэтому здесь, в данной валютной паре, наиболее эффективно открывать покупки именно уже в американскую сессию. В 15 ровно она начинается по Москве. В это время у нас 8 часов в Нью-Йорке. Начинают работать нью-йоркские банки в Америке. И, соответственно, можно здесь уже покупать данную валютную пару. И ждать роста котировок до области уровня сопротивления. Здесь у нас сопротивление 124.45, 125.06. Поскольку до второго сопротивления далековато, то здесь можно выделить область 124.70, которая и будет на сегодня основной целью в данной валютной паре. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по парам евро-доллар, фунт-доллар, доллар-японская иена. И я на них с удовольствием отвечу. На сегодня у нас следующие уровни поддержки сопротивления по паре доллар-японская иена, поддержки 124.12, 123.74 и сопротивления 124.45, 125.06. Если посмотреть на технические индикаторы по паре доллар-японская иена, то здесь они также демонстрируют боковую тенденцию. Также у нас флэт по часовкам. Если посмотреть по дневкам, то здесь тоже флэт, такой даже узкий флэт в последние несколько дней. И получается, здесь идет набор позиций. Потому что когда у нас узкий флэт на дневках, позиции набирают. С учетом того, что и даже на недельках у нас узкий флэт намечается. И с учетом того, что у нас на недельках сильный восходящий тренд. Тренд очень сильный. И с учетом того, что статистика из Японии негативная. Вчера были данные по ОВП. ОВП в Японии в втором квартале сократился на 0,4%. И вот получается, с учетом всех этих факторов, и с учетом того, что ФРС может пойти на повышение ставок через месяц, можно ожидать, что найдет набор позиций именно в направлении наверх. То есть набирают позиции бай. И, соответственно, скоро мы будем выходить из этого флэта. И здесь, на обычный взгляд, мы будем выходить уже в сентябре. Потому что в июле и в августе летняя торговля на Форекс объемы падают. Причем в августе очень сильно они падают. И вот мы все это с вами наблюдаем. То есть такой флэт, что в паре евро-доллар, что в паре фон-доллар, что в доллар-японская иена. Но, на обычный взгляд, в сентябре уже этот флэт завершится. И 1 сентября, во вторник, мы уже увидим именно обычную торговлю. И тогда уже мы увидим трендовые движения, на мой личный взгляд. Сейчас пока что именно флэтовое такое состояние по большинству валютных пар. Что поделать в такой летний период на рынке Форекс? Стоит ли покупать пару доллар-рубль и подождать откат? Роман, благодарю за вопрос. Наверное, вы немного опоздали с данной валютной парой. Все-таки уровни очень высокие. 65.81. Лучше бы, конечно, пониже, как вот мы проводили на вебинаре в апреле и в июне. В апреле котировки были 48. В июле у нас там котировки были чуть более 50. 53-54. То есть те уровни были более привлекательные. Так, по 52 вы открыли. Тогда позицию удерживаете. Позиция очень хорошая. Что касается и вот как докупать еще, то здесь действительно возникает соблазн, когда еще купить. И вы знаете, вот здесь такие вот у меня сомнения присутствуют. С одной стороны, можем еще немного сходить наверх, допустим, до 67 и потом откат. С другой стороны, можем уже сейчас, ну, увидите небольшую такую консолидацию. Вот где-то 64-66 до конца августа и затем уже в сентябре будем дальше выходить наверх на 70. Так, в целом, я ожидаю где-то во второй половине сентября 70. Поэтому здесь, если, допустим, вас устроит а доходность, которая от текущих уровней, допустим, там 65-82, текущая отметка, если в конце сентября 70 и получается такой потенциал небольшой, там чуть более 4 рублей, вас это устраивает, тогда можете сейчас покупать. Если вас это не устраивает, тогда подождите отката хотя бы, допустим, на 60, допустим, 64-50, вот до этой отметки, может быть вполне откат, и там уже так же можете покупать. Так, ADX на часовках на иене показывает тренд, но там флэт. Как понимать индикатор? Илья, благодарю за вопрос. Что касается индикатора ADX, то здесь, действительно, вы совершенно правы, 36, значение получается тренд. И здесь, если посмотреть на то, какой же у нас тренд, то получается тренд действительно флэтовый. И вы совершенно правы, как же здесь понимать, то здесь, наверное, тогда лучше всего пропустить значение данного индикатора, потому что на одно только ADX ориентироваться не стоит. То есть, нам ADX индикатор показывает силу тренда, но если у нас действительно тренд наблюдается и на других таймфреймах. На часовках, действительно, у нас получается 36 значения, и здесь у нас есть тренд, а на дневках у нас значение по ADX 15. То есть, ниже 20 и ниже 25. Мы говорили с вами о том, что тренд сильный выше 25, а тренд слабый ниже 20. То есть, получается, дневки у нас 15 значения, отсутствует тренд на часовках 36. ADX, когда я проводил вебинары по техническому анализу, по трендовым индикаторам, как определять силу тренда, в июле месяце был такой вебинар, то мы с вами говорили о том, что сначала анализируем дневки, затем уже часовки. То есть, дневки – это старший таймфрейм, основная тенденция часовки – это подтверждение. Получается, дневки, старший таймфрейм, у нас 4 по ADX, у нас значение 15. Соответственно, у нас тренда нет. У нас флэт, а то, что показывают часовки, это уже получается не столь актуально, потому что у нас именно дневки – основная тенденция. Поэтому, Илья, смотрите сначала на дневки, затем уже на часовки. Допустим, если бы у нас сейчас был на дневках 36, на часовках 36, тогда у нас действительно был бы тренд. Но у нас дневки это все не подтверждают, поэтому здесь у нас получается тренда нет. Потому что необходимо понимать, что чем старше таймфрейм, тем более надежные сигналы. Поэтому сначала смотрите дневки, потом уже переходите на часовки. Часовки должны быть подтверждением. Пару слов по золоту. Мурат, благодарю за вопрос. Конечно же, можно. Золото у нас очень интересный инструмент. И здесь по золоту также пока находимся в апплейте. Вот вчера был некоторый задек наверх, опять откатились вниз. Сейчас 1118. Я говорил накануне о том, что можно шортить от текущих уровней. Вчера у нас уровни были тоже с 1118. То есть, получается, пока что стоим на том же уровне. Вчера я говорил о 1118 и 1130. Два селлимита. Пока что вот только первый селлимит активировано. Второго еще мы даже не дошли. На больший взгляд, коррекция уже завершается. Где-то скоро у нас уже будет движение вниз. Может быть, уже движение вниз будет и завтра. Завтра данные по инфляции в США. 15.30. Если данные будут хорошие, скорее всего, данные будут хорошие. Я ожидаю хороших данных. То, на мой личный взгляд, доллар будет расти. Золото будет падать. Поэтому вот можно сделать такой сценарий, что уже скоро коррекция завершится. Возможно, уже сегодня пойдем вниз. Или завтра в 15.30 американскую сессию будем снижаться по золоту. Поэтому прогнозы те же самые. Шортим 11.18, 1118 и 1130. И ждем снижения котировок по золоту в области 1095. Первая цель и вторая цель 1076. Это уже такая более дальняя. Есть смысл его использовать на часовках? Илья, конечно же, есть смысл использовать на часовках. Но сначала смотрите дневки. То есть только на одних часовках сигналы не совсем надежны. А вот если вы используете и дневки, и часовки. Сначала дневки, потом часовки. То сигналы очень хорошие получаются. Сам отлично проверял и сам так использую. А вот на часовках очень много ложных сигналов получается. Поэтому я бы лично не рекомендовал. Конечно, вы можете использовать. Все на ваше усмотрение. Я ни о чем не настаиваю. Я лишь просто высказываю свое мнение. Вот у меня получалось очень много ложных сигналов. А вот если использовать сначала дневки, а потом часовки. То уже картинка более хорошая получается. более качественные. Уважаемые коллеги, завтра в среду в 10.30 по Москве мы проведем вебинар ежедневный обзор валютного рынка Форекс. Приглашаю всех желающих принять участие. Сегодня мы наш вебинар завершаем. Желаю всем успешной торговли, хорошего настроения. До новых встреч!